Дорогие друзья, добрый вечер! Говорит и показывает мирный центр Бнейноа Бритула из города Герой Рушалайма в широком смысле этого слова. У нас сегодня уже 8-й швата, 5-7-8-1, и мы с вами продолжаем начатое нами путешествие в Рамбамо. Рамбам – это очень большое такое емкое слово, я имею в виду его главный труд. Мы знакомимся, конечно, мы не сможем все познать, но мы знакомимся с некоторыми наиболее важными для нас, для движения Бнейноа, частями этого великого труда Мишне Тура, микрофона Йон Оливейн за пультом Натанбар, и мы с вами продолжаем. В прошлый раз мы обсуждали такие мировоззренческие, немножко философские понятия, где Рамбам объяснил языком своего времени, мы пытались это как-то озвучить более-менее на нашем понятном языке, но вещи были понятны, да, единство Творца, абсолютные и так далее, и так далее. Об этом мы не будем сейчас повторяться. А в той главе, это вторая глава, основ Тора, здесь Рамбам посвятил ее двум вещам. Во-первых, сначала он говорит об очень важном и принципиальном моменте, это единство качеств Всевышнего, а потом он будет говорить нам, каким образом есть иерархия Творца, и где в этой иерархии находимся мы по сравнению с ангелами. Да, это очень интересное место, не всегда до этого места люди доходят или обращают на это внимание, но это интересно и просто интересно. Это исключительно важно, и все это относится действительно к базисным мировоззренческим вопросам. То есть мы занимаемся этим не потому, что это любопытно или интересно или познавательно, а потому что это действительно очищает голову. У Трамбова есть такое вот великое свойство – очистить голову от глупости, чтобы в ней осталось место для умности. И давайте действительно посмотрим на то, что происходит. Итак, вторая глава «Основ Торы». Рамбом говорит… А, кстати, и одна вещь, один прием, которым будем пользоваться, то, что Рамбом говорит, он говорит своим языком. И поэтому переводить его буквально я не буду, а буду излагать те идеи простым, максимально простым языком, которым мы можем понять. Итак, вот в этом первом пункте Рамбом говорит, что есть заповедь, митсва, любить и трепетать перед вот этим единым Творцом, о котором мы говорили в первой главе, о котором Рамбом говорил в первой главе, как сказано «И люби Ашем Илухим твоего» – это любовь, и сказано «И перед Ашем Илухим твоим трепещи». То есть есть вот здесь базисное единство качеств. То есть когда мы приближаемся ко Всевышнему, когда мы служим Ему, когда мы хотим познать Его, мы делаем это через единство Его качеств. А это означает и любовь, и трепет. И вот здесь, конечно, нужно остановиться, поскольку это вещи чрезвычайно принципиальны. Здесь необходимо дать определение, базисное определение. Что такое любовь? Любовь – это желание близости. Когда я кого-либо люблю, это означает, что у меня есть желание приблизиться к нему, слиться с этой личностью, предметом, как угодно. Любят обычно живых людей. Человек сливается, хочет приблизиться и стать единым с этой личностью, которую он любит. Поэтому можно определить любовь как желание близости. Теперь, а что такое трепет, то, что на еврите называется ер-а, это наоборот. Это осознание, что между мной и личностью, о которой идет речь, есть дистанция. То есть что это говорит? Например, есть какой-то, знаете, люди любят быть рядом со знаменитостями. Идет какой-нибудь знаменитый человек по улице, к нему люди подскакивают, делают с ним селфи, его так по плечу потрепят. И как будто получается, вроде они друзья и близкие. Но на самом деле это абсолютно ложь, потому что на самом деле никакой близости между ними нет. Он изображает близость, а ее нет. А вот если бы он подошел к этому человеку и уважительно там сказал бы здравствуйте и так далее, вы меня не знаете, но я ценю ваше творчество, например, какой-то артист. И начинается разговор, разговор, в котором человек ощущает свою удаленность, то, что называется кого-то почет. То есть он большой-большой-большой человек, а я скромный почитатель его таланта. Вот тогда, когда я осознаю, что есть между нами вот эта разница, вот эта дистанция, вот тогда близости начинаются. А если я подойду к нему, плечу, скажу, ну, как дела, да, такое-то, такое-то, а он меня вообще не знает и не слышал, я ему до лампочки. То это не близость, мы с ним удалены друг от друга и еще больше удаляемся. Понятно, что если это между людьми правильно, то тем более в тысячу миллион раз правильнее в отношении Творца. То есть когда мы хотим, мы его любим или хотим его любить, хотим приблизиться к нему, это возможно только на основании того, что я осознаю свою дистанцию. А дистанция – это бесконечно. То есть я ограниченное творение, а он бесконечный Творец, которому вообще ничего могу сказать, который сотворил все эти миры. И поэтому Гвитрамбам необходимо и то, и другое. И любовь, стремление к близости, и ера трепет осознания дистанции. Потому что если нет, это легко приведет к идлопоклонству. Я вам приведу пример из христианства, которое провозгласило, что любовь, 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 и ничего кроме любви. И в результате вот это желание близости ко Всевышнему, оно привело к элементарным и грубому идлопоклонству. Когда Всевышнего, я не буду говорить, все знают, что они сделали, что сделала христианская лифология. Это вещи, которые являются результатом того, что отбросили трепет. Нет трепета, есть только любовь. А да, ты дойдешь до самых идлопоклонских вещей. Поэтому, говорит Рамбам, я тебя предупреждаю, должна быть и любовь, и трепет, и трепет, и любовь. Вот это единство качеств, оно и позволяет мне приблизиться к творчеству. Теперь Рамбам хочет объяснить мне, а каким образом это вырабатывается. А он и говорит, каким образом вырабатывается и любовь, и трепет. Очень просто, говорит Рамбам, это не просто, но он приводит пример. Он говорит, смотри, в момент, когда человек всматривается в творение великие, здесь он говорит на уровне макро, то есть смотришь на космос, планеты бесконечные. А ведь представляете себе, у Рамбама в то время не было возможности видеть космос так, как мы можем видеть это сегодня. Я не говорю, что сегодня мы видим все, что мы можем видеть, поди знает, что еще нас ожидает. Но, тем не менее, если бы он видел сегодня снимки вот этого космических этих телескопов, я думаю, что он бы просто потерял сознание Рамбама. Если уж от той картины астрономической, а он ее имеет в виду здесь, у Рамбама возникало такое восхищение, то что бы он сказал сегодня? И вот когда мы видим эти великие творения, и мы видим эту великую мудрость, у которой нет ни конца, ни края, сразу же человек любит и восхваляет творца, и тут же у него появляется страсть. Он говорит, страсть великая, познать великое ваше. Как сказал Давид, моя душа жаждет и лугим, живого Бога. То есть, именно когда возникает у меня, когда я всматриваюсь в то, как он сотворил мир, эти великие творения, вот это вызывает у меня такое потрясение, удивление, интерес, восхищение к Этрамбам, что я сразу же желаю познать творца, а вы знаете, что познание – это и есть любовь. Как можно познать творца, говорит, Этрамбам в законах швы, как можно его любить в познании. И поэтому, когда я знаю его, чем больше я его знаю, тем больше я к нему приближаюсь. Это, говорит, Рамбам, любовь. А в следующем пункте он говорит, а как же Ера, то есть трепет, и когда, говорит, он размышляет об этих самых вещах, то есть в момент, когда он видит эти великие творения, скажем, космос, планеты, созвездия, в этот же момент он тут же отступает в трепете назад и в страхе, говорит Рамбам, потому что он понимает, что он абсолютно ничтожное творение. Это, представляете себе, согласно тем понятиям астрономии и астрофизики, которые были тогда. Сегодня, когда ты смотришь на картину видимого, это только то, что мы видим, космос, его абсолютную безграничность, его никакие вообще слова здесь не могут. Ты понимаешь, что ты не только пылинка, и до пылинки тебе никогда не дойти, а тут же ты понимаешь абсолютную свою ничтожность, которая стоит перед источником всего этого. Как опять же сказал Давид, когда я увижу небеса твои, я спрашиваю, что человек, что ты и воспомнишь. То есть, что говорит Рамбам? С одной стороны, когда я смотрю на все эти творения, я говорю, о, как велик Ашем, и стремлюсь к нему приблизиться, познать его. С другой стороны, то же самое вызывает у меня трепет. Я говорю, о, кто же я такой? Я же ничтожный, я полный ноль. И даже меньше нуля, и отступаю назад. Видите, здесь есть обязательное единство. Поэтому, говорит Рамбам, я тебе сейчас объясню главные принципы творения, в общем, конечно, в виде, чтобы у тебя было какое-то понятие, чтобы ты мог понять, как вырабатывается любовь и как вырабатывается этот трепет. И здесь Рамбам приводит нам некоторые понятия современные ему. Понятно, что понятия эти изменились, но мы их приведем, поскольку есть здесь актуальность и для нас. В следующем пункте Рамбам говорит, что все творения разделены на три категории. Те, у которых есть, обратите внимание, это язык средневековья, средневековой философии, науки, но это язык, которым говорил Рамбам. Творения, которые состоят из материи и формы, и они рождаются и пропадают. Например, человеческое тело, или животные, или растения, или металлы разные. Они будут здесь подробности эти говорить. И есть также творения, у которых есть форма без материи вообще. И это ангелы. То, что на еврите называется малахи. Откуда Рамбам все это берет, понятно, из пророков ничего, никакой философии Рамбама здесь нет. И он говорит, открываешь Танах, ты видишь у пророков огромное количество этих существ, малахи. И что это за существа эти, которые по-русски называются ангел? Понятно, что в Танахе такого слова не существует, но надо же чем-то пользоваться. А они, говорят, отличаются друг... Они отличаются тем, что у них нет тела, но у них форма, отличающая друг от друга. То есть, иными словами, Гейтрамбан, человек – это личность, состоящая... Я своим языком перевожу. Личность, состоящая из физического тела и, скажем так, божественной души. То есть, есть личность. Хотя и тело тоже божественное, понятно. Есть природное тело, и есть человеческая душа, скажем так. А у этих ангелов, малахи, у них есть только личность, как у человека есть личность, но у них нет тела. А здесь Рамбам говорит, но ведь ты же видишь, что пророки часто говорят, что есть ангелы из огня, из крыльями. Откройте Ишаяу, откройте их из Келя, откройте любых. И вы видите, что там описываются ангелы в разных формах физических. А, говорит Рамбам, все это в пророческом видении. Это не означает, что у них есть физическое тело, которое можно и взвесить. Как сказано, что Ашемилу Химхвой, он огонь пожирающий. Огонь – это только пример. И вот действительно, надо сказать, что Рамбам, он не представитель традиции каббалы. Эта традиция его обошла по разным причинам, но очень часто мы видим, насколько его мнение совпадает с мудрецами каббалы. Потому что в книге Зор ангела все время описываются как существа, которые как бы состоят из огня. Понятно, что эти вещи примеры, не настоящие, но здесь мы видим, что та же идея у Рамбам. То есть не думай, что это физические тела, которые видели пророки, которые встречались с ангелами, они так виделись, а тела настоящего физического у них нет. А чем же, говорит, они отличаются друг от друга? Ведь Рамбам сказал, что ангелы, хотя у них нет тела, а есть вот такая вот личность, то чем же они отличаются друг от друга? А, говорит Рамбам, тем, что они ни одного уровня. Понимаете? То есть есть ангелы разные, и они распределяются по градациям. Есть иерархия. Те, которые выше, ниже и так далее. Вот это Рамбам сейчас нам объяснил. И у них у каждого своя ступень и степень. И один выше другого. И все они, естественно, имеют своим источником Всевышнего, который создал. И тем не менее, они, как написано в Куэлити, один выше другого. А здесь спрашивают Рамбам, а что значит один выше другого? Раз у них нет тела, только и нету никакого пространства, и, естественно, никакие высоты и низины тоже здесь не существуют. Конечно, говорит Рамбам, это имеется в виду, что они распределяются по уровням близости ко Всевышнему. То есть, конечно, Творец сотворил всех, но если мы возьмем, например, кошку и человека, согласитесь, что это неравноценные существа, поскольку человек обладает сознанием, божественным образом, познает Всевышнего, а кошка у него или у нее всего этого нет. Но ведь и то, и другое. Творение Творца, так и ангелы, простят они меня за эти сравнения, среди них есть иерархия. Кто-то из них стоит на более высокой ступени познания Творца, ближе к нему как бы, а есть меньше, а есть еще меньше. И обратите внимание, что Рамбам нам расписывает точно, какие у них категории. И вот именно по именам, по названиям этих категорий, они отличаются. Давайте посмотрим, как их распределяет Рама. Самые высшие ангелы, это называется Хайота Кодеш, это такие выделенные как бы животные. Мы видим это у Хискеля, если можете так. Они выше всего, а потом есть Офаним, Эрелим, Хашмалим, Срафим, Малахим, есть ангелы, Элогим, есть которые Ибнейлогим, Икрувим, Иишим. Короче, 10 ступеней. Есть разные ангелы, и у них разные ступени, разные назначения и так далее. Все эти 10 имен, это 10 категорий, одна выше другой. И чем они различаются? Тем, что они ближе к Творцу по своему уровню или ниже. Теперь он говорит, что самая нижняя категория ангелов это те, которые называются Ишим. Иш – это муж. Мы с вами видим, что в Танахе одно из значений слова Иш – это важный человек, может быть и ангел. Здесь полно примеров. Приведу вам самый простой пример – это три ангела, которые пришли к Абраму. И они называются Анаши. А почему они называются Иш, то есть как бы муж, вроде бы человека. Ага и Трамба все очень просто, потому что эти как раз ангелы, они говорят с пророками и открываются им в пророческом видении и поэтому они ближе всего к человеку. То есть вот эта категория Ишим, они ближе всего, ближе всех других ангелов к уровню человека, к его пониманию и поэтому когда пророки общаются, они общаются в основном с ним. И понятно, что все это здесь есть иерархия и чем выше они по уровню, тем больше они познают Творца, тем не менее, говорит Трамбом, понятно, что никто из этих ангелов полностью познать Творца не может, познать его может только он сам, тем не менее. Интересно, кстати, обратите внимание, что мы видим здесь у Рамбома четкую иерархию, в которой человек стоит ниже ангелов. И почему? Потому что они ближе к Творцу и больше его познают. В этом плане мы им уступаем. С другой стороны, мы знаем, что у ангелов нет свободы выбора, а у человека есть. Это наше преимущество. Кстати, слово малах, я хочу, чтобы вы поняли его. Слово малах, не путать со словом мелех, кто немножко знает иврит, понимает, о чем я говорю. Малах это с буковкой алиф. Слово малах буквально означает посланник. Но и этим словом могут называться разные люди иногда. Но в принципе посмотрите, что общий термин, который рамбом называет этих ангелов, это малах, малахим, то есть они посланники. Всевышний посылает, посылает ангелов, посылает людей часто, пророки называются малахим. Но в принципе обратите внимание, что слово малах базисное слово для обозначения вот этих существ, которые называются не на нашем языке ангелами. Я, кстати, не совсем понимаю происхождение и значение слова ангел, ангел, не знаю. А вот малах означает послание. Теперь естественно повторяю, рамбис повторяет, что они познают его каждый на своем уровне, но познать полностью может только один творец. Один творец и разумеется, что все от него произошли и все они знают себя, но он знает всех и ничего от него нет. Они знают себя, все эти творения осознают, но познать творца полностью не могут, а он сотворил всех, знает всех, ничего от него не скрыт. В следующем пункте номер 10, а это то, что мы уже говорили, он говорит здесь, что когда мы говорим про Всевышнего, что он знает, или он живет и так далее, не думай, что это его знание и его жизнь, так как это происходит у людей, потому что его знание и его жизнь и он сам это одно. Одно. У человека есть человек и его знание, человек и его мудрость, а у творца это единое, поэтому не думай, просто его жизнь это он. То есть, если бы это было он, то есть творец, и какие-то еще знания его отдельные, или жизнь его отдельная, ага и траммам, тогда уже не было бы единства, полно богов. Нет, творец един и его абсолютное единство ни с чем не сравнимо, и поэтому это выше человеческого понимания. Поэтому знай, когда Танаха говорит, что Всевышний знает и так далее, и так далее, или гневается, он уж объяснил, это не то, что он знает и гневается, как мы, а это примеры проявления его качки. Приведу пример, написано в книге Шмот, что Всевышний вспомнил сынов Израиля, а что он их забыл? Нет, вспомнил означает приблизил выход из Египта. Поэтому Гатрама говорит, он знает, он знаемое, он и знание само, все едино, и поэтому нет у нас никакой возможности сказать и сформулировать своими языком. Это то, то есть мы не можем о нем самом ничего сказать, только о его проявлении. Поэтому он, мы все знаем его, потому что он дал нам это знание, а он знает всех, потому что он этот источник всего этого. И говорит Трампом, не думай, не думай, что то, что я тебе здесь объяснил в двух этих главах, это действительно все. Нет, это я просто тебе приоткрыл немножечко занавеску и дал тебе какие-то базисные понятия, это как капля из моря, это очень глубокие вещи, и не думаю, что ты их так понял из того, что я тебе изложил, но это тебе дает возможность как-то приоткрыть эти вещи и начать их понимать. И вот это все управление называется Моасе Меркала, то есть это та самая колесница известная, которая описывается. И естественно, что это вещи глубокие, настолько глубокие, что для этого нужно быть очень подготовленным человека, но знай, что все эти вещи, есть глубокие вещи, которые нужно изучать, но прежде всего хотя бы иметь элементарное представление. И заповедовали наши мудрецы, что эти вещи и тайны тоже, Моасе Меркава, управление Творца миром, они конечно передаются подготовленных людей, подготовленным людям. Сегодня все это вульгализировано и в интернете буквально хочешь тебе кабалу такую, такую. И понятно, что все эти вещи, я просто хочу предупредить людей, чтобы они знали, что их обманывают, все эти вещи кабале не имеют никакого отношения. Это просто ищу политкорректное слово. Морочение головы трудящимся. и каких только глупостей ты не услышишь. А сами эти вещи глубокие, серьезные и изучаются подготовленными людьми. И слова эти, говорит Рамбом, это очень слова глубокие. И вещи настолько глубокие, что человеческое знание, понимание не может их даже осознать. И поэтому люди, которые действительно занимаются, они самую глубину оставляют для себя, поскольку большая часть человечества не способна эти вещи понять, но нужно разъяснять понятными словами эти вещи, не в том виде, в каком они на самом деле существуют, а в том виде, в котором люди могут понять. вот я думаю, что сегодня мы здесь остановимся. Я почему-то подозреваю, что у вас есть вопросы. Пожалуйста. У матросов нет. Равьёна, спасибо. А тут последнее, 18-м, почему там сравниваются с молоком и медом слова? Не понял. А да, если он приводит примеры, что молоко и мед под твоим языком, чтобы эти вещи были у тебя лично, не распространялся ты так же, как и молоко и мед под твоим языком. Это Рамба объясняет нам, что люди, которые этим занимаются, понятно, что они эти вещи оставляют или должны оставлять при себе, а не выбрасывать на неподготовленную публику, которую это запутают, но понятно, что людям необходимо излагать эти идеи доступным языком, нормальной форме, насколько они могут понять, но, конечно, не выдавать всякого рода, знаете, ну, не буду говорить, все прекрасно понимают, о чем я говорю. А вот название ангелов, откуда Рамбам взял название? История? из Танаха. Все эти названия встречаются у пророков, посмотрите. Все. А пророки их получили в получается в видениях или они сами как-то назвали. Все пророки, кроме Муше, все получали в видении. Но у Муше вообще им ангелы были не нужны, у него прямое общение со Всевышним. Все остальные ангелы, все остальные пророки через ангелы. Или, например, мы видим даже Авраам, к нему приходят эти триагмы. Или, например, Маноах, Маноах, отец Шимшона к его жене, и к нему приходят ангелы, они с ним разговаривают, общаются, или Дидон и так далее. Ну, я имею в виду, что они это услышали в самом видении, а не просто дали название. Да-да, то, что пророки знают, это то, что они получают. Если он говорит Ишаяу, вот срафим, значит, он знает, что это срафим. И подлетел ко мне один из срафим, взял уголь из жертвенника и сделал прижигание. Например, такие вещи. Что еще? А, Рапьян, а можно вопрос? Все пророки получали как бы через ангелов. да? Вы же читаете Шмуэль, да, там и сказал Ашем, да, и сказал там Шмуэль, да, Шмуэль, да, Шмуэль напрямую общался, и поэтому действительно, мы говорим, что наши сравнивают Шмуэль с Аароном и Муше по своему значению. Безусловно, Шмуэль стоит отдельной категории. Большой, великий пророк. Это Илья, не Ильиша. Илья, Илья. 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 Можете посмотреть, в каждом отдельном случае мы видим и какой стиль общения с тем или иным пророком. Это очень интересно проанализировать. Ильиш, Илья, Шмуэль, более поздних пророков. Понятно, что есть разница между более поздними и более ранними, поскольку состояние общества изменилось. Пророки первого, скажем, более близкие к первому храму и даже к Муше, они на более высоком уровне. А когда началась разруха, то и пророки, конечно, свой уровень снизили. То есть, не то, что они снизили, а пророчество, которое получает, например, посмотрите, пророки второго храма, вы открываете Захарию, там ничего нельзя понять. Одни загадки. Почему? Потому что уровень общества гораздо ниже, состояние общества гораздо хуже. и, естественно, сам Захария, я не знаю, может, он по своему уровню как Мошарабей, но уровень пророчества уже другой, безусловно. А были в нашей истории мудрецы, которые вообще могли быть пророками по своему уровню, но не стали. Например, маленький Шмуэль, Шмуэля Кота, времена уже после разрушения второго храма, мудрецы прямо пишут много раз, что он точно подходил по всем уровням, но вот что поделать поколение не заслужило. Поэтому повторяю, функция, вернее, уровень пророка и как с ним разговаривает Всевышний, это функция не только его личная, может быть, даже не столько его личная, сколько состояние общества. Вот, например, сегодня, да, у нас столько замечательных людей, наверное, среди них есть люди, которые достойны быть пророками, но обществе еще не заслужило, значит, нам надо работать и работать. А получается, что Моше единственный, кто не зависел от уровня общества, да? Зависел, конечно, но я вам скажу одну вещь, Моше не вырос с Израилем, понимаете, он был внешним, и поэтому в этом плане, хотя он весь предназначался для Израиля, но вот такой прямой функциональной зависимости, вы правы, не были. не был. То есть, Ашем его послал к Израилю, понимаете, он не вырос из Израиля, и поэтому был в какой-то степени внешним, его, наверное, уровень, может быть, меньше зависел от состояния общества, вы правы. Зависел, но меньше. Так, а можно тогда аналогию провести, сказать, что Моше тоже может быть послан? Моше это царь, это другая работа. Моше это политик. Конечно, он тоже зависит от состояния общества, то есть, если общество не готово к такому лидеру с качествами Давида, так его и нету, а если общество готово, так и он есть. Ну, я имела ввиду, что он вне где-то, а потом придет в общество израильское и созреет. Моше называется у пророка Цимах, он вырастает из народа. Да, да, это Давид вырос из народа, понимаете, Моше был внешний, а Давид сугубо внутренний. Есть еще вопросы? Я вижу здесь поднятые руки. А, Рабьё, у меня есть вопросы. Пожалуйста, пожалуйста. Леоли, у меня слышно? Слышно отлично. Рабьёна, скажите, пожалуйста, Рабьёна, скажите, пожалуйста, а вот Любавишский Рэбе, кем он является сейчас в статусе? Скрытый Мошеах? Я вот слышал такой термин. Как это понять? Это точно, смотрите, Любавишский Рэбе был большой цадик, но ни Мошеахом, ни пророком он не был. И он умер. Так я понимаю. Я слышал, что последователь Хаббада называет его скрытым Мошеахом. Как-то так. Смотрите, человек умер. В момент, когда человек умер, мы его кандидатуру не обсуждаем. Мошеаха это руководитель. Человек должен быть другой. Если его нету, нету. Я бы с удовольствием, например, выдвинул бы царя Давида, но его нету. Окей? Паравьёна, скажите, пожалуйста. Значит, всё-таки в большинстве случаев, например, когда Всевышний обращается к Аврааму насчёт того, чтобы он принёс сына в жертву, или когда Всевышний берёт пророка и показывает ему поле с мёртвыми костями, то всё-таки это действуют ангелы, там опосредованно. Смотрите, если есть, с которыми он говорит, показывает, само по себе то, что Всевышний показывает человеку пророческое ведение, это уже означает, что это непрямой разговор. Хотя мы видим, что у Ихискеля, про которого упомянули, там-таки Ашем обращается к ним и сказал ему так-то, и так-то, и так-то. Но само ведение означает, что это уже, имейте, это вот уровни, то есть у каждого пророка свой уровень. Теперь понятно, что когда пророк получает настоящее пророчество, то его ни с чем не спутаешь, и поэтому в момент, когда человек известен, проверен, как настоящий пророк, то мы ему доверяем. Я боюсь, что мы путаем пророчество с разного рода явлениями, которые существуют сегодня, это совсем, это не имеет отношения. То, что мы сегодня знаем, это разного рода медитации, фантазии, вдохновения и так далее. Пророчество, когда Всевышний разговаривает с человеком, показывает, эту штуку ни с чем не перепутаешь, и поэтому когда она есть, она есть, а когда ее нет, ее нет. спасибо. Пожалуйста, есть ли у нас еще? Равьон, а вот Крувим, это вот из всех перечисленных ангелов, слово Крувим, оно напоминает то, что мы знаем святых, а других нет изображения. Правильно? Да, но обратите внимание, что в книге Берешит мы видим Крувим, которые защищают вход к дереву жизни, к дереву жизни. И поэтому Крувим, да, есть в этом, есть безусловно в этом намек на этих ангелов. Да, мы видим, что они даже здесь каким-то образом изображаются. Есть ли полное тождество между Крувим, которые сделаны из золота, и тем Крувим, которые там, не знаю, не судите. Не мне судить. А вот это слово Ишим, где оно встречается? Это те ангелы, которые спрашивают. Пожалуйста, к Аврааму приходит Шлуша Анашим, да? Анашим – это множественное число от слова Иш. Ну а вот это, что Григорий спрашивал, всё-таки то, что вообще ангел – это специфическое проявление Всевышнего, и от того, насколько фрагментарно пророк мыслит или видит, зависит, что вот этот ангел, то есть это проявление Всевышнего ему и проявляется. А если человек не так фрагментарно, более полно смотрит, то ему, как Моше, ему больше проявляется. Если человек на уровне Моше, то есть у него и его разум полностью владеет воображением, то он как Моше, а если нет, то нет. Я бы согласился на любое пророчество, честно скажу. Самый низкий из всех низких, если бы кто-то предлагал. Две копейки моих можно? Я хотел сказать, вот то, что мне буквально сейчас, секунду, пришло в голову, что вообще, конечно, это очень замечательно. Я плохо слышу тебя, Натя. Слышно сейчас? Сейчас лучше. Да, окей. Я говорю, что замечательно полезно и вообще потрясающе, что мы обсуждаем вот корови, ангелов, все это классно. Но вот не менее потрясающе, что в современной нам еврейской истории, но и не только современной, а в современной, в те, казалось бы, минуты, которые были совершенно необходимы, какое-то точное указание, что делать дальше. Этого не произошло. Этого не произошло ни перед катастрофой, ни при создании государства в Израиле. Бен-Гуриону никакого голоса не было. Он должен был сам принимать решение поразглашать либо не поразглашать. Евреи в Галуте должны были сами принимать решение уезжать в Палестину либо оставаться. И не было голоса, который бы сказал немедленно уходите, потому что 6 миллионов сгорят. Вот это такая заметка на полях. Знаешь, что многие предупреждали, но были те, кто не хотели слушать. Тоже бывает. Смотри, это техника. Люди предупреждали реально-реально никто людям не говорил уезжайте, вас сожгут. К сожалению, таких говорили. Жаботинский ездил по Польше и говорил, а его посылали довольно далеко. И до войны в 40-м году. В 40-м или даже раньше. Жаботинский, по-видимому, не был авторитетом в тех кругах, к которым он не обращался. А раввины, которые были, я сейчас даже не обсуждаю, кто как себя вел, потому что это достаточно очевидно. Рего, Рего, ты уходишь сейчас в сторону Штуба? Нет, я хотел сказать только одно, что замечательно, конечно, то, что мы учим о ангелах, о пророчествах, но реально по жизни мы видим, что даже в такие судьбоносные значения для народа никакого голоса нет. Люди принимают свои собственные решения. В Советском Союзе человек должен был решать для себя, либо выходить на улицу с транспарантом, отпусти, и его вольняют с работы, его могут посадить. То есть в каждый реальный момент человек понимал свое реальное решение. Я не знаю ни одного человека, которому был бы голос, и он бы сказал, да, садись в отказ, через энное количество лет и отпустят. Нет? Ты прав, ты прав, ты прав. И поэтому мы хотим, почему мы все это обсуждаем, потому что мы хотим возобновления права общества. Не факт. Мы считаем, что это молчание, оно проблематично. Равьюн, ну и пророков же не слушали, когда они... Ну, во времена пророков и пророков не слушали. Это верно. Это верно. Это вот для Натана. То есть даже если есть пророки, это не означает, что их собираются принимать всерьез. Были пророки, которые принимали гораздо менее всерьез, чем Жаботинского. Жаботинского, по крайней мере, в яму не бросали и не забрасывали там. У Иромиява положение было тяжеловато. Но ты прав, ты прав. Мы очень хотим возобновления. Наход? Как у Ариканевской песни. Какой тогда смысл возобновления, если мы видим, что большинство народа тогда не относилось к пророчеству в том плане, как мы понимаем пророчество это явно. То есть тебе раскрывают занавес и говорят будет а. А народ говорит нет, мы этого не верим, а не будет. А вполне возможно, что поэтому пока и нет пророчества. Ты отвечаешь сам на свой вопрос. Нет, может быть ситуация, что смотри, я в канцелярии Всевышнего как бы не нахожусь, да, но может быть А жалко, а жалко. Да, мне тоже жалко, но может быть ситуация такая, что Всевышний решил, что люди должны сами решать, должны в этом их Эдгар, в этом их Челлендж, в этом, в этом. Это тоже верно. А даже сами решать. А иначе, иначе, за что заслуга? Пророк тебе сказал, делай. Это верно. Но, понимаешь, пророчество не сводится к тому, что вот мы получаем указания. Пророчество это означает сам по себе диалог, то есть само по себе отсутствие этого диалога, оно скандал, понимаешь? Мне даже, может быть, я и сам все прекрасно понимаю, но поговори со мной. Смотри, есть мнение о том, что при возвращении Шива Цием, при возвращении большинства народов в землю Израиля, у нас нет национальный диалог? Да, диалог это скрытый, понимаешь? Это намеки. А я хочу прямой. Окей, смотри, понятно, было проще, когда был Левитан, он говорил, советские граждане, раз, два, три, ну, окей, наверное, это не так. Окей? Я не по Левитану скучаю. Я нет. Окей. Ну, хорошо, окей. У пророков сказано, что каждый сможет, не будет учителей и так далее. Каждый будет чужим. У Ирмияу написано, что все будут пророками, так что сказка. Проблема будет решена, вопрос только когда. Вопрос в том, что каждый должен каждую секунду принимать решения и вся проблематичность в том, что они неочевидны, ни ему, ни окружающим. Если они очевидны, не воруй, не убивай, ну, так это как бы понятно. А вот неочевидное, это каждый решение. Я вижу поднятую руку. Да, пожалуйста. Илья, мы вас слушаем. Рав, скажите, а где сказано у Ирмияу? Что сказано? Ну, что все будут пророками. Ирмияу? Это в конце девятой главы. И еще вопрос. Метатрон. Послекание девятой, тридцать первый. То да. Скажите, Метатрон, это ангел или архангел? Это уже отдельная тема. Я не хочу сейчас об этом делу являться. То, что Рамбот здесь не упоминает, я не хочу говорить. Потому что ситуация, картина и так достаточно сложна. то да. Бакаша. Тов, я думаю, что сегодня мы остановимся здесь. Если у вас нет дополнительных вопросов, я рад вашей реакции. Это все здорово и интересно. Мне хотелось бы на Туну ответить. Отлично. Завязывается внутренний диагноз. Давай. Ну, просто смотри, ты говоришь, выбор нужно будет делать. Но дело в том, что когда говорит пророк, ты тоже делаешь выбор, слушать его или нет. Разве это не выбор? Не знаю. Я не знаю. Это челеский аргумент. Я не жил пророчества. Я не знаю. Я этого не знаю. И поэтому мне кажется достаточно проблематично вселять в людях некоторую иллюзию о том, что вот пророчества, пророки говорят. Да, когда-то может быть, когда-то было, может быть. Но реально сейчас, реально сейчас, те, кто говорят про пророков, те, кто говорят про Машеха, мы к ним относимся несерьезно. Например, тот же Любавичский Рэбби. Есть его последователь, но большая часть еврейского народа не относится к этому серьезно. Поэтому за еврейский за еврейский я думаю, нам не стоит говорить. Я думаю, что спросили, Рэбби. Я спросили. У тебя только что спросили, ты же сам ответил. Нет, смотрите, Машех и пророчества, это вещи чрезвычайно важные, и к этому я отношусь чрезвычайно серьезно. Равзиев Мешков говорит, что надо изучать пророков. Конечно надо. Шерки говорит, что это нормально, когда есть пророки, а не нормально, когда их нет. И поэтому Ивмияга вот это очень сказано. Я не против. Я вижу, что у вас уже какая-то внутренняя дискуссия, в которой мне уже необходимо участвовать. Я вас оставляю на этом плане. зачем, мы тоже вместе как бы окей. Жалко, жалко, продолжайте. Послушай, если есть обсуждение, если есть монолог, мы его заканчиваем. А на вопросы ты ответил. Окей. Окей. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое.